Жизнь на кончиках пальцев. Окружающий мир Марина Абазовик узнает на ощупь и по звукам с 14 лет. Страшная авария лишила ее зрения, но не силы духа. Она окончила вуз, стала тефлопедагогом, в 29-й школе обучала особенных малышей. Участница многих значимых социальных проектов, основатель YouTube-канала «Мы есть». Женщину поддерживает муж и трое детей. Ориентироваться в пространстве помогают близкие. Но даже обычный поход в магазин может обернуться бедой. Серьезную опасность представляют брошенные тележки. Незрячий все-таки на улице ориентируется по слуху, ориентируясь на тактильные какие-то ощущения. И если, представьте, идет человек, не ожидает никаких препятствий. Он понимает, что он идет по тротуару, то есть там точно ничего нет. И тут натыкается на непонятный объект. Причем в лучшем случае натыкается, а в худшем падает через него. Человек и так, незрячий, находясь на улице, самостоятельно перемещаясь, он находится в состоянии стресса. То есть каждый шаг – это возможная опасность. Встает вопрос, кто виноват – супермаркет или нерадивые покупатели. В правилах торговли и общественного питания четко обозначено – тележки – собственность ритейлеров. Получается, завозить обратно в магазин их должен персонал. И действительно, в некоторых дискаунтерах с этим все в порядке. У нас конкретно закрепленного человека за уборкой тележек, как должности такой, в магазине нет. Но эту обязанность у нас выполняют либо грузчики магазина, либо уборщик наш торгового зала. И если уже там все заняты, и я могу выйти, и кассиры наши, все смотрим за тем, чтобы постоянно территория была убрана и ничего не мешало нашим покупателям. В других торговых объектах не все так гладко. Брошенные тележки повсюду – у входа, на парковке и даже на тактильной плитке. Той самой, что помогает слабовидящим свободно передвигаться по улицам. Откатить тележку на место не так сложно, как может показаться. Лишние 30 секунд времени могут уберечь кого-то от травм. Только за 4 месяца в Белорусское товарищество инвалидов по зрению со жалобами на магазинные тележки обратились 30 горожан. И дело здесь вовсе не в щепетильности. Слабовидящие дезориентируются в пространстве, не зная, куда им двигаться дальше. Многие просто-напросто падают и получают ушибы. Сегодня в Бобруйске проживают более 500 инвалидов по зрению. Несмотря на трудности, каждый из них тонко чувствует мир. Они тоже смотрят, но только по-другому. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск 360.